Крем-стимулятор наносим мы после душа утром и после душа вечера. Можем мы делать точно так же и обертывание с ним, но лучше всего совмещать именно с медическими нагрузками. Наносим крем-стимулятор на бедра ягодицы, дожидаемся полного впитывания, надеваем плотные лосины, включаем любимую музыку и начинаем заниматься. Я думаю, что здесь все логично и все очень понятно. Смотрите еще, что здесь очень важно. Когда мы говорили про лимфодренаж в нашем организме, то лимфодренаж, его усилить, его активизировать помогают разные средства. Одно из средств это массажи, массажи в том числе и антицеллюлитные, которые можно делать, конечно же, и у профессионалов в том числе. Здесь я сейчас тоже очень на этот момент скажу, как все-таки выбрать своего мастера, если вы хотите именно таким образом дополнить комплекс, то есть домашнего ухода полноценного, некоторым хватит его, некоторые могут дополнить. Второй момент это, конечно же, физическая нагрузка, но не с точки зрения накачать попу, потому что накачать попу, оно не всегда помогает избавиться от стеллюлита. Вот такой парадокс, то есть накачанные мышцы говорят о том, что качество кожи будет замечательным. Да, может быть, а может быть нет, бывают разные случаи. То есть это не связанные вещи, но, тем не менее, косты и приседания просто 5 раз присесть. Это уже заставит вашу лимфу двигаться активно. Чем так опасен застой лимфы, чем так опасен плохое кровообращение? Это все очень просто. Наша кожа не получает питательных элементов. Более того, как раз вот именно в подкожном нашем слое, в подкожной жировой клетчатке, представляете себе такой поток, ну, знаете, пробка, когда идет 4 полосы, а потом так смещаются 2 полосы, а тут еще и авария, вообще одна полоса остается. И вроде движение-то какое-то есть, но оно очень медленное. И вот если была возможность у этих 4 полос расширяться, 5-6, то вот как бы в пробке нет. А у нашего организма, к сожалению, есть. И вот как бы эти клеточки разбухают. А поскольку наша кожа, женская именно, она в отличие от мужской, более остро реагирует как раз на разрушение коллагена, то есть мужской кожи коллагена просто больше, там волокна по-другому расположены. То есть здесь еще и когда кожа теряет коллаген, то вот эти вот бугорки, они так начинают немножечко выпирать. Так вот, физические занятия спортом, они помогают лимфоток возобновить, но в том числе, конечно же, приводят фигуру. А если приводят фигуру в нужную нам форму? А если еще и во время физической нагрузки, как раз наносить наш крем-стимулятор для совершенства бедер от Тианды, будет просто вау-эффект. Можно крем-стимулятор наносить и на бедра, и на живот, и на руки. Там, где у нас есть телевизм, наносим. Ну, конечно же, помним, что сразу после того, как мы нанесли, руки моем, потому что через какое-то время вы почувствуете жжение не только на бедрах, но и на руках. И вот тогда его уже будет смыть сложнее. Так, вопросы, 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 вопросы. Так, промочалку. Ну, когда поступки, я, честно говоря, здесь не подскажу. На живот. Смотрите. Ну, и что еще нужно здесь сказать? Конечно же, крем-стимулятор для совершенства бедер – это крем, который мы используем и не смываем. То есть мы можем сделать наберкновение, можем вернуть еще и писаночки. Смывать его потом не нужно. Очень важно, что противопоказания – это, конечно, беременность и кормление. Еще, если у вас есть проблемы с сосудами, то есть варикозное расширение вен и другие обстоятельства, в принципе, те проблемы, если у вас есть, вы понимаете, что любые средства с разогревающим эффектом, они противопоказаны. Но в ассортименте Тиандэ, конечно же, есть альтернативы. То есть для тех, у кого есть противопоказания, альтернативы, для тех, у кого нет противопоказаний, есть еще одно средство. Здесь мы можем играть на контракт с температур. Есть еще одно средство. Это антицеллюлитный гель-гиполитик. Это холодное оружие от апельсиновой корки. Здесь тоже очень богатый состав. Это природные источники кофеина. Мы уже знакомы с этими источниками. Это конголезный кофе, зеленый чай, бараны, орех, холод. Кроме того, здесь есть очень важный ингредиент. Здесь есть органическая сера. Чем же она важна? Ну, во-первых, органическая сера, она участвует в синтезе коллагена. Мы понимаем, что коллаген – это, собственно, эластичность нашей кожи. Это, по сути, и есть наша кожа, потому что он на 70% состоит из коллагена. И поэтому органическая сера, она помогает в естественном образе, помогает нашему организму синтезировать коллаген. Это первый момент. Органическая сера, она в составе многих лекарственных средств, я имею в виду мази, которые продаются в аптеках, многих аптечных продуктов, она тоже свой состав для одной простой вещи. Она усиливает прохождение активных ингредиентов в глубокие слои кожи. То есть, чтобы активные ингредиенты работали не только в верхних слоях кожи, но и проникали внутрь. Именно поэтому то, что органическая сера содержится у нас в деле липолитики, позволяет активным компонентам еще глубже проникать, еще лучше работать. Натуральный, приятный такой цитрусовый аромат, плюс аромат ментола. Сейчас еще подробнее говорим. Да, я думаю, что многие слышали еще о том, что именно в Бразилии у девушек такая плотная подтянутая фигура, потому что бразильянки не только пьют кофе, но они активно его используют именно в косметических целях, поэтому они сажают таким образом жировые клетки на кофейную диету. У них такие подтянутые и упругие бедра. Сера, как мы уже говорили, незаменимый пазл в структуре коллагена. Ну, здесь такой афоризм получается клин-клином цитрусовой корки. От цитрусовой корки помогут эфирные масла цитрусовых. И ментол, он заморозит жир и поднимет настроение. Что еще нужно сказать про этот гель? Сейчас я вам даже... Если я сейчас прямо быстро найду, то я прочитаю рассказывание одного... Ну, ладно, без него и так обойдемся. Антицеллюлитный гель и политик. Это такая, получается, у нас другая процедура. То есть это не разогревание, это не улучшение кровообращения. То есть это улучшение кровообращения, но за счет других функций. То есть это криолиполит, домашние условия. Мы знаем, что такое криотерапия. Это лечение холода. Если значительно охладить жировую ткань, то клетка подкожной жировой клетчатки, испытывая стресс, начинает сгорать. То есть в результате того, что у нас подкожа, то есть верхние слои кожи, они привыкли к тому, что температура вокруг может быть разная. То подкожная жировая клетчатка, она к этому не привыкла. То есть она привыкла к тому, что температура у нее всегда одинаковая и комфортная. Когда вдруг начинается такое охлаждение, а мы помним, что все, что-то проникает, что холодно, нужно согреваться. А для того, чтобы согреваться, нужно расщеплять жир. Таким образом, процедура действует именно на расщепление лишнего жира, на то, чтобы у нас уходил наш целлюлит. Борьба с целлюлитом и профилактика, повышение тонуса и упругости кожи, выведение лишней жидкости и токсинов, и шлаков, снятие ощущения тяжести в ногах, то и да, можно даже на икор помазать, и профилактика растяжек при подготовке к беременности. То есть вы понимаете, что беременным можно, но если у вас нет аллергии на, допустим, аромомасла, тогда нет, конечно же, нельзя. Так, переключаю слайд, а в это время смотрю и вопросы. Про бедры я ответила. Кстати, да, у фотонера тоже есть такая функция, он помогает бороться с целлюлитом. Ну вот как раз Екатерина пишет, я наношу гели-липолитик, и через 5 минут прорабатываю слайд-понером, эффект есть. Да, ну вот, Ирина, вам я ответила, что для профилактики растяжек, если у вас нет аллергии на, допустим, масло цитрусов, на другие компоненты активного гели-липолитика, то вам можно, да. Ну, это такая альтернатива, то есть можно чередовать, можно, называется, прошли курс крема-стимулятора для совершенства бедер, не меняя абсолютно подхода, то есть точно так же пользуясь гелем, пуша, пользуясь мочалкой, можете пройти следующий курс гелем-липолитиком. Не обязательно прекращать его, можно менять, более 40 лет они за горами, почему бы и нет. Можно, называется, утром вызываться одним средством, вечером другим, в общем, все на ваше усмотрение. Эффективен при всех видах целлюлита, применяется точно так же и для рот, и для живота, и для бедер, и для ягод. Быстро впитывается, ощущений липкости нет, не оставляет следов на одежде. Что касается крема-стимулятора, то он тоже очень быстро впитывается, он очень тоненьким слоем наносит, а консистенция у них разная, то есть гелем-липолитика, она такая более, вот именно гелеобразная, здесь больше как молочко, но наносится так же приятненько, и на никаких следов на одежде не оставляет. Что еще мы хотим сказать? То есть мы поговорили у нас несколько шагов на пути к нашей хорошей идеальной фигуре, по крайней мере на пути к тому, чтобы нам нравилось наше отражение. Мы знаем, что если была еще и сильная потеря веса, например, когда человек худеет, так сказать, на 100 кг до 70, во-первых, низким поклоном, если это, конечно, не экстремальное похудение, а вот именно такой клановерный подход, и все они правильно делают, но кожа страдает именно потому, что она просто не успевает окраситься. Вот для этих целей тоже подходит вся та же самая методика. Так, сейчас я прикладываю вопрос. Как быть массажистом при использовании нового крема? Руки можно защитить? Ну, вы знаете, если мы говорим про антицеллюлитный массаж, то работать в перчатках, это, наверное, очень-очень неприятно. Но единственное, что мне кажется здесь, это может быть нанесение другого крема, может быть, это, знаете, даже попробовать парафин из бразильского латомства, то есть для того, чтобы не проникал крем именно в кожу массажиста. Ну, опять же, если он делает массаж, он в любом случае будет соприкасаться с вашей кожей, на котором уже есть крем, поэтому я думаю, ну, такой момент, будут руки у него гореть. Хотя, вы знаете, когда мастер делает массаж, от того, что у него активное действие, он все равно, руки горят, как правило. Кстати, про массаж, я обещала сказать, я чуть не забыла, что вам задавал вопрос. Если вы выбираете мастера для антицеллюлитного массажа, ну, допустим, вы хотите ходить раз в неделю, хотя раз в неделю это редко, лучше с такими курсами, чтобы ходить через день или раз в два дня, то помните, что правильный антицеллюлитный массаж, он делает, во-первых, по всему телу, а не только в зонах, где есть проблемы. Это не только бедры, это не только живот, это не только руки, это все тело, потому что мы помним, что целлюлит – это еще и проблема нарушения лимфотока. Для того, чтобы просто разогнать, главный специалист делает массаж всего тела, конечно, деля особое внимание именно на проблемных проблемах. Во-вторых, грамотный специалист никогда не будет оставлять на вашем теле синяков, и никогда вам будет больно. То есть мастер массажа не может вам сказать, больно – это нормально, синяки – это ненормально, это даже нелогично. То есть мы оставляем травму, там происходят сосуды сломанные, а мы говорим, что это наша борьба с телевизором. Поэтому просто обращайте на это внимание. И если вам неприятно, что в этой процедуре, то вы об этом говорите. Но для того, чтобы вам 100% гарантированно было приятно, мы можем делать массаж вверх самому. То есть вы можете проходить точно так же по всему телу. Вы можете проходить от пальцев ног до бедер, от пальцев рук до плечей, живот активно массажировать. Мы помним, что максимально мы делаем движение именно по направлению к сердцу. Внутреннюю сторону бедра желательно не массировать. Она, вот это все-таки, такая она очень хрупкая в этом смысле. Там очень много сосудов, и если там будут теники, это не очень хорошо, это нам не плюс сыграет. В общем, роликовый массажер для тела. Он очень комфортный, ролики виджутся в разных формах, поэтому у нас перчат, и нужно вот так вот крутить по чистовой стрелке или против нее. Вот, то есть мы идем таким образом, изменили ход действия, нам не нужно ничего переделать, очень комфортное движение. Можно даже делать самому себе, если вы находитесь на работе, даже ноги помассажировать, для того, чтобы линзы выросли. Даже поверх колгот, даже поверх джинсов, то есть даже через ткань все равно чувствуется, ощущается эффект. Ну и мы знаем, что избавляет от целевита, устраняет дряблость и обвисание кожи, особенно если это регулярная основа, уменьшает объем проблемных зон, стимулирует обмен веществ, снимает напряжение и усталость, способствует шею эластичности кожи и помогает привести мышцы в тон. То есть мы говорили про, наверное, три первых основных этапа, на которых всем останавливаться. То есть это очищение нашей кожи, потому что без очищения невозможно все остальные этапы, то есть применение косметических средств, которые помогают как раз работать и с качеством кожи, и помогают работать и под козно-жировой клетчаткой. Второй момент – это воздействие на кожу с помощью косметических средств, и это такой контраст температур, эффект бани. Баня тоже хорошо работает, кропец целевита, именно за счет контраста температуры, именно за счет тренировки наших сосудов из холода в жару, из жары в холод. Но опять же, это же не говорит о том, что нужно до потери сознания в горячей сауне. Даже если вы не очень любите, то 15-20-30 минут можно оболить себе это. Третий момент – это, конечно же, массаж, это лимфодренаж. Мы понимаем, что если у нас застой лимфы, то нам не помогут ни руки, ни крема, ничего. То есть лимфы нам нужно разгонять, и для этого, конечно, пользуйтесь к кроликовым массажером для тех. И сами себя так тоже можете так немножко попроминать. Пять приседаний, просто несколько раз в день, пять раз в день, мышцы тоже гоняют лимфы. Поэтому это очень хорошо работает. Ну, конечно же, спорт. Желательно хоть что-то для себя выбрать. Это могут быть танцы, это может быть бассейн, это может быть тренажерный зал, хоть какая-то физическая нагрузка. То есть это помогает бороться, в принципе, с лишним весом, а лишний вес забирает с собой лиза. Но это не понасет. То есть мы понимаем, что каждый из этих этапов они не отделены друг от друга. Так. Вакуумный массаж. Ну, здесь называется, кто на вкус и цвет товарищей нет, я все-таки предпочитаю массаж руками. Мне кажется, он эффективнее. По сравнению серии с перцем чили, у него не такое, на мой взгляд, ну, скажем так, с перцем чили мне не очень нравится, я не могу его держать, мне хочется его смыть. Здесь мне как раз сильное, но комфортное. Надеюсь, я объяснила степень. Самому неудобно и неэффективно. Неудобно, может быть, согласно, но, опять же, у нас же есть подруги, у нас же есть и близкие нам люди, которые могут нам в этом помочь. Опять же, массаж всего тела, да, неудобно. Массаж отдельных зон, например, массаж ног для того, чтобы разогнать только хотя бы с одной части, все равно можно использовать. И будет достаточно эффективно. Но мы говорим как раз про все пять этапов. Роликовый массажер поддерживает кожу в тонусе после массажиста и зимой помогает ухаживать за собой. Я на самом деле ничего не вижу плохого в том, чтобы прибегать еще к услугам мастера по массажу. Это может быть не антицеллюлитный массаж, это может быть массаж просто здоровительный, который вы будете делать раз в неделю, хотя бы. Но домашний уход, это, наверное, самый основной уход, потому что, если вы будете ходить делать антицеллюлитный массаж, а потом ничего больше не делать, то эффекта будет тоже немного. И здесь мы переходим к пятому этапу, это как раз, что мы едим и то, что мы пьем. Говорим мы сейчас про наш слим-чай, сериаличное сохраняйте главное. То есть это слим-чай, который способствует нашему похудению, но при этом это слим-чай, который не обладает мочегонным эффектом, не обладает слабительным действием. То есть мы привыкли, у нас уже ассоциация чая для похудения, это чай, который, похудение, при использовании которого достигается неестественным для организма путем. То есть мы, конечно, теряем что-то лишнее, но в то же время вместе с этим уходит и полезное от нашего организма. Вот здесь как раз мы ничего не теряем, мы приобретаем витамины нужные, нам и микроэлементы, но нам это никакой не стресс для нашего организма. То есть мы имеем очень богатый состав, мы имеем очень хороший вкус. У нас здесь есть шиповник, у нас есть барбарис, у нас есть кукурузные рыльцы, у нас есть нони, нони в любимых. Снижает аппетит и тягу к латкому, он активизирует, опять же, процессы липолиза, нормализует водно-целевой обмен, выводит лишнюю жидкость и уменьшает проявление целлюлита, выводит шлаки и токсины из кишечника, нормализует пищеварение и поддерживает иммунитет во время диеты. То есть такая помощь организму, если вы решили еще дополнительно корректировать как-то свое питание. Нет никаких ограничений по тому, когда пить чай. То есть на протяжении дня, сколько раз, сколько вы захотели бы пить чай, сколько раз вы можете пить этот чай. Для достижения какого-то особого эффекта, вот именно чтобы меньше съесть на обед, то лучше пить его еще заполучиться до как раз приема пищи. Тогда вы съедите чуть меньше. Приятный вкус, я думаю, что многим нравится, пишите свои впечатления, всегда их приятно и интересно читать. То есть он снижает аппетит, нормализует обмен веществ, очищение организма от шлаков и токсинов, введение лишней жидкости и повышение иммунитета. Что нам еще нужно? А еще нам кроме чая нужно что-то есть и хотя бы правильно перекусывать. Сколько диет, столько и не менее, сколько диетологов, столько и не менее, но все диетологи сходятся в одном. Для того, чтобы похудеть, нужно часто есть. Потому что мы должны испытывать гол. То есть на протяжении всего дня уже есть хотя бы минимум 3 раза в день с двумя пиццами или полноценный прием пищи, то есть в полноценном смысле, что это не просто что-то есть на бегу. Вот если к приему пищи мы относимся еще более-менее так рационально, то как раз к перекусам, вот здесь мы относимся не очень рационально, а для перекусов и в том числе для того, чтобы один из полноценных приемов пищи нам заменить, мы можем и должны как раз использовать наши классические по форме, инновационные по содержанию миксы. Потому что белок – это строительный материал для всего. Белок – это… Без белка очень невозможно похудеть, то есть если мы будем питаться одним углеводом, мы понимаем, что это набор веса. Без белка похудеть невозможно. А если вы еще занимаетесь спортом, то без белка никуда. А белок у нас бывает как животного происхождения, так и растительного. И у нас есть и на любой вкус и цвет. У нас есть 4 инновационных продукта. Это крем-суп чечевица, который может служить и полноценным перекусом, и полноценным приемом пищи, например, на ужин. Это белково-овощной микс с амарантом и злаками. Это белково-овощной микс с амарантом и брокколи. И это белковый микс с вамины. Белковый микс с вамины, он держит натуральный белок. Все остальные содержат растительный белок. Но это белок высокого качества. Это не соя, как у многих других коктейлей. Это белок очень высокого качества. И я вас призываю, по крайней мере, попробовать на себе, как работают эти миксы, как работают эти коктейли. Потому что, в первую очередь, продукты рационального питания, они создавались так долго. Я думаю, что был на вебинаре на прошлой неделе. Их терминально внимательно слушали и прекрасно понимают, сколько труда и сколько знаний, сколько исследований, сколько разработок нужно в каждой из этих продуктов. Поэтому, в первую очередь, для вас, для каждого из вас, для того, чтобы оздоравливаться. Потому что вы сами, лицо своей компании, вы должны излучать красоту, здоровье и молодость. И эти продукты вам, в том числе, помогут. И в процессе как раз нашего антицеллюлитного вопроса каждый из этих миксов будет вам активно помогать. Я не буду останавливаться подробно на каждом из этих продуктов, потому что на прошлой неделе был вебинар, на котором Екатерина Николаевна все очень подробно рассказала. Этот вебинар уже можно найти на нашем канале на YouTube. И если какие-то вопросы, наверняка там будут ответы. Есть ли какие-то вопросы по теме нашего сегодняшнего вебинара, конкретно крем-стимулятор для совершенства биотерии, если вызывать какие-то вопросы, то задавайте их сейчас, потому что уже через несколько минут мы будем выигрывать, разыгрывать среди участников прошлого вебинара как раз крем-суп с чечевицей и белков с ванилью. Среди слушателей прошлого вебинара. Ну а что получат слушатели сегодняшнего вебинара, мы узнаем. Друзья, кто из вас был на вебинаре 29 марта, сегодня именно вы сможете стать обладателями одного из двух призов. В розыгрыше участвуют абсолютно все слушатели, даже если сегодня их нет вместе с нами. Опять очередной раз призываю вас, пожалуйста, голосуйте, голосуйте, оставляйте свой правильный, корректный адрес электронной почты при входе в вебинарную комнату, потому что именно на нее будет прислана письмо, инструкция, как вы можете получить свой приз. Итак, у нас два приза сегодня. Первый приз это другого, миг с вами. И мы сейчас выберем того, кто станет обладателем этого приза. Это НАТО Крым. НАТО, мы вас поздравляем. И второй приз у нас Крем-клуб чечевицы. И обладателем этого приза становится Ольга. Начинается Ольга 05867. Что ж, мы вас поздравляем. Если вы слушаете наш вебинар сегодня, то, пожалуй, отзовитесь, напишите, что именно вы победили. Мы вас уже с этим поздравляем. Я еще раз хочу напомнить про нашу акцию, которая действует у нас только до 1 апреля. Она действует только в OBC. Ладно. Если вы покупаете в OBC акционный набор, Слим – это 4 продукта по цене 3. То есть это Слим-чай, о котором мы сегодня говорили. Это Слим-гей для душа, сутру сарома. Это роликовый макажер для тела и подарок. Это целевизмный гильдий политик. То на следующий заказ, именно заказ в OBC, вы можете получить скидку в 500 рублей. Заказ можно сделать, нужно сделать до 7 апреля. Второй заказ, о котором вы говорите. И, пожалуйста, актуализируйте все свои данные в личном кабинете. Потому что именно на электронную почту вы получите оповещение о купоне в скидке. Поздравляем всех победителей. Ждем вас на следующем вебинаре. И участвуйте, пожалуйста, в ОЦИ. Всего хорошего.